В Новокубышевском парке Победы Аншлаг спортивный праздник организовала команда «Крепкое звено». Пауэрлифтеры, паралимпийцы жали штангу лёжа, боксёры устроили показательные бои. Дети и взрослые могли пострелять из лука, научиться рисовать и собирать конструктор. Почётными гостями праздника стали участники специальной военной операции. Власти города делают всё возможное для их социализации после возвращения домой. Мы, конечно, обязаны каждому военнослужащему помочь, чтобы они адаптировались, социализировались в нашем обществе, помогли им с трудоустройством, возможность заняться спортом. Наша задача – быть с ними в коммуникациях и каждый день делать что-то полезное для них, чтобы они были вместе с нами, чтобы они были защищены. Несмотря на то, что приходится переживать такой непростой период, имея такие тяжёлые ограничения в здоровье, но при этом они не пали духом, а имеют целеустремлённость, имеют желание, желание жить, желание заниматься спортом, желание помогать людям. Мы обязательно их поддержим, мы обязательно сделаем всё возможное, чтобы ребята получили полные, достойные условия для своих занятий. Команда пауэрлифтеров крепкое звено показала участникам СВО и молодёжи, что и с ограниченными возможностями здоровья можно жить полноценно. Спортсмены не только регулярно тренируются, они выезжают на различные соревнования, вплоть до международных. Вот и сейчас готовятся к чемпионату мира в Екатеринбурге, чтобы на спортивной арене защищать честь России. По мнению паралимпийцев, это отличный пример патриотизма для молодёжи. Что, допустим, дети любили родину, развивались физически, дух свой поднимали. Ну и опять же, чтобы показать им, что жизнь не заканчивается, то есть она продолжается. Как это, силён духом тот, кто не сидит на месте, кто двигается. Поддержали паралимпийцев в организации спортивно-патриотического праздника в Новокуйбышевске самарские боксёры. Это всё для того, чтобы приобщить людей к здоровому образу жизни. Местный бокс у них очень хорошо развит, у них очень много чемпионов своих, международников, хорошая школа бокса. Команда «Крепкое звено» на пауэрлифтинге останавливаться не намеренно. Впереди у них совместные проекты по разным видам спорта. Например, Федерация хоккей Самары готова создать слэдж-хоккейный клуб для детей и взрослых. В команде старше 18 лет приоритет будет сделан для участников специальной военной операции. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.